Ход конем, ферзь ловит ферзя и спешки в ладью. Все эти шахматные термины и положения Таня освоила еще в пять лет. А уже во втором классе пришла в настоящий спорт. Занималась упорно и скурпулезно, просчитывала каждый ход. Такие усердия оправдались громкой победой. Первое место в личном зачете на уровне страны. Девять партий, а последняя длилась четыре часа. Соперники были все достаточно сильные. Я изначально особо не настраивалась на места, просто играла так, как знаю, так, как умею. Конечно, были партии, в которых не все получалось, но где-то просто сыграла удача. И в последнем туре все решилось. По дополнительным показателям я все-таки вышла на первое место. Успешный старт и первые соревнования еще на уровне города и края прошли под руководством первого тренера Анатолия Сухорукова, который и привил любовь к шахматам. Нынешний наставник уже совершенствует навыки спортсменки. Тренировки занимают много времени, минимум два часа в день. В среднем шесть, говорит тренер. В нашем мире из-за учебы, из-за каких-то других дел шахматистам, нашим меньше времени достается. Естественно, чем меньше времени, тем медленнее движется поставленная цель. Кроме таланта, нужно очень много работы, много решать задач, много партий разбирать и так далее. Шахматы настолько увлекли Таню, что они кажутся куда интереснее, чем просмотр тиктока, инстаграма или ютуба. К слову, за шахматную доску спортсменку впервые усадил папа. Черно-белые фигуры стали семейным увлечением. В первостепенной роли здесь играет выбор родителей. Правильно, в нужное русло направить ребенка, чтобы как можно меньше свободного времени у него оставалось на все данное безобразие. Чтобы они отвлекались не на компьютерные игры, а на подобный вид деятельности. Шахматы сейчас приобрели популярность среди молодежи. Интерес к интеллектуальному виду во многом спорта пробудил популярный сериал, который сейчас транслируют на онлайн-платформе. По данным создателей сериала и по словам президента федерации «Шахмат в крае», растет не только спрос на шахматный инвентарь, но и число желающих записаться в клуб. На счету краевого шахматного клуба не один чемпион. Мы открыли вот этот краевой шахматный клуб. Мы открыли гроссмейстерскую школу в Алтайском крае. У нас никогда до этого не было гроссмейстеров. Преподаватели в этой школе приезжают из других регионов. Сибирского федерального округа, из Москвы мы приглашаем. И понятно, что такие преподаватели воспитывают и дух победителя, но и безусловно дают знания, те знания, которыми не обладают наши игроки. И наличие таких преподавателей, сбор талантливых детей в одном месте, они как бы еще и дети, собираясь в одном месте талантливые, они друг друга стимулируют к развитию. Научно доказано, что шахматы развивают не только боевой дух, но и когнитивные и коммуникативные навыки. У Татьяны с этим все на отлично, признается девушка. Но главное для нее сейчас – покорить будущие шахматные олимпы. Ближайшие состязания пройдут уже в ноябре. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком.